Лиссабон Лиссабон на протяжении семи веков остается столицей Португалии. Город хранит в памяти невероятные похождения бесстрашных моряков, воинов и авантюристов, которые подарили Португалии империю, а миру — новый свет. В 20 километрах от Лиссабона над равниной возвышается своеобразное причудо природы — гранитный массив, на котором расположился город Синтра. Этот массив нависает над самой западной точкой европейского континента, над мысом, обращенным к бескрайнему океану. С тех времен, как человек решил обогнуть землю, здесь побывало столько людей со всего света. На хребтах Сьерры до сих пор сохранились символические следы нашествия чужеземцев. Например, это крепостная стена вокруг замка Мавров. Говорят, что именно с этих высот король Мануэль наблюдал прибытие из легендарного плавания кораблей Васка-да-Гама. Во все времена Синтра была излюбленным местом отдыха. Этому способствовали несколько причин. Среди основных факторов можно назвать мягкий оживительный климат, красоту дикой природы местных лесов, с тысячелетними деревьями, которым поклонялись друиды, обилие источников и рек, которые паят растения и человека. К этому можно добавить необыкновенные плодородия здешних земель и роскошные живописнейшие пейзажи. Все эти достопримечательности вдохновили принца Фердинанда фон Саксен-Гобур-Готта, супруга королевы Марии II, и у него появилась идея воздвигнуть в этих краях символический дворец Пиэна. В эпоху романтизма, который в XIX веке приобрел огромный размах, этот архитектурный шедевр мог соперничать со знаменитым дворцом Нойес-Ваштайн, короля Людовика, по дерзости, замысла и буйству фантазии. Необычный стиль архитектуры в Синтре привлек внимание романтически настроенной либеральной буржуазии, одержавшей победу в только что закончившейся гражданской войне. Синтра стала популярным местом отдыха любителей загородных развлечений. Приобрести дом в Синтре считалось престижным. Это был признак богатства, хорошего вкуса и высокого социального статуса. Здесь оживилось строительство. Вокруг разрастающегося во все стороны центра города появлялись дворцы, усадьбы, летние резиденции. Милые небольшие особнячки расположились на склонах холмов. Новые здания возникали в течение всего XIX столетия, вплоть до начала XX века. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 В Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! В Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Выразительные силуэты каменных труб возвышаются над кухней дворца. Традиция возводить величественные каменные трубы над центральным фасадом зародилась в богатых аббатствах Франции, Навары и Англии. Центральный двор, названный Лебединым двориком, расположился в тесном лабиринте построек и галерей. Лебединый дворик с фонтаном посередине – гавань тишины и покоя, дарящие вожделенную прохладу в летний зной. Это уютный уголок, закрытый от ветра высокими стенами, которые прячут его от солнечных лучей. Субтитры создавал DimaTorzok Этот двор соседствует с купальней, богато декорированной плиткой. Она представляет собой зал с душем. Устройство состояло из трубочки, спрятанной в стене. Из отверстий, расположенных горизонтально, лились тонкие освежающие струйки. Мы можем увидеть эти отверстия на картинке на уровне верхней части лап павлина. Великолепные изображения на плитках являются характерными элементами оформления фонтанов. Как привлекательны были эти залы в жаркие летние дни. К сожалению, эта хитроумная водопроводная система находится в нерабочем состоянии. Субтитры создавал DimaTorzok Именно с балконов, расположенных вдоль фасадов дворца, можно любоваться великолепными пейзажами юго-западного склона холма и чудесными садами. Это западная стена, за которой находятся двор малых фонтанов и двор принцев. КОНЕЦ Эта часть занята садами во французском стиле. Она является самой молодой частью ансамбля, так как возникла в конце 19 века. В начале 20 века сад переустроили во время работ по обустройству, прилегающей ко дворцу территории. КОНЕЦ КОНЕЦ Пройдя под живописной аркой, обвитой вьюном и спустившись по маленькой лестнице, мы оказываемся в Нижнем саду, названном садом «Женщины в черном». КОНЕЦ Это название возникло из-за изображения женщины в черных одеждах 17 века. Речь идет без сомнения о служанке королевы, о прачке, которая склонилась над водой фонтана с застывшим каменным львом. Покрытая плиткой скамья 16 века приглашает отдохнуть под сенью высоких деревьев и послушать журчание воды. В 17 веке эта колонна была перенесена в эту часть сада. До этого она располагалась перед дворцом. Вероятно, эта мощная скульптура упала со своего постамента. До начала 20 века сад «Женщины в черном» относился к подсобным помещениям. Здесь находились дома для прислуги и охраны дворца. Возвышаясь над узкой улочкой, ведущей к деревенской площади, этот сад стал со временем самым зеленым во дворце. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok